Здравствуйте! Информационное время на канале ОТВ. Продолжает программа в центре внимания в студии Ольга Сомкина. И сегодня мы будем говорить об экотуризме, о состоянии наших зон отдыха и о морском заповеднике. И я представляю наших гостей. Дмитрий Шеметов, журналист, житель бухты Витязь. Ледов. И Сергей Долганов, директор дальневосточного морского биосферного заповедника ДВУ РАН. Здравствуйте! Буквально две недели назад мы с вами встречались и обсуждали актуальную проблему. Это нефтяное пятно. И вот сегодня у нас есть опять повод для встречи, причем такой достаточно скандальный повод. Итак, что произошло? Наверное, вопрос, Дмитрий, к вам, да? Насколько я знаю, вы буквально несколько дней назад приехали во Владивосток. Да, я вчера вернулся, и местное население в лице владельцев туристических баз и просто жителей Витязя, которые всю жизнь пользовались морем беспрепятственно. Ну, в прошлом году, благодаря Сергею Михайловичу, искренне скажу большое ему спасибо, да, это первый год, когда заповедник был похож в бухте Остафьево на заповедник, да, а не на проходной двор. А в этом году люди возмущены, потому что по понятным причинам все готовы платить за экотуры в заповедник, да. Все это законно подтверждено, да, и разработаны программы, а на входе появились заборы. На входе куда? В бухту Остафьево был огорожен кусок территории, появилась калитка, на которой стоят граждане со специфической речью. Явно много времени провели они в местах не столь отдаленных, потом, в общем-то, из протоколов это подтвердилось, да, насколько я обладаю информацией. Называют они себя представителями парка Гамова, и они берут с людей 150 рублей за вход. С каждого человека? С каждого человека, за то, чтобы человек дошел, получается, сколько-то метров 50, наверное, до кромки воды, и заплатил уже, ну, до этого платят официально 100 рублей, да, заповеднику, что вполне разумно и вполне понятно для всех. И более того, 11-го числа Сергей Михайлович, наверное, более точно владеет информацией с того, что я знаю от местных ребят, которые были свидетелем этой ситуации. Инспектор заповедника подошел к автомобилю, который заехал на территорию прям пляжа, что категорически запрещено, да, в охраняемой зоне, да. Никто не отменял закон о 500-метровой зоне, да, то есть охранной. Машина без номеров, то есть разговор был в крайне грубой форме по отношению к инспектору, а там же вокруг люди, дети, отдыхающие, да, и прозвучали выстрелы по итогу, да. Ничего себе, настоящая бандитская разборка. Да, то есть это было похоже, как будто мы не в 2014-м, да, а вот когда-то в тех лихих 90-х. И насколько я владею информацией, опять же, Сергей Михайлович, наверное, даст более детальные комментарии. По настоящий момент никаких со стороны правоохранительных органов действий не принято, хотя инспектор писал заявление, да, официальное. То есть, конечно, это вопиющий факт, и все разговоры о развитии экотуризма, о развитии Хасанского района как центра туризма, вы представляете, люди приехали отдыхать, да. Вот это вот округа, Андреевка, да, то есть сначала они приезжают в Андреевку, где после долгих муторств, наконец, заасфальтировали кусок дороги, без тротуара, да, то есть можно к концу сезона ждать, как бы, к сожалению, печальной статистики от... Сбитых людей? Совершенно верно, потому что отдыхают у нас не без возлияний. Потом они на въезд в поселок видят огромную зловонную помойку, другая проблема, которая не решается. Об этом мы еще, да, будем говорить. Затем официально приобретя экотуры заповедник, они встречают какие-то криминальные личности, которые берут с них деньги, а потом еще матери с детьми становятся свидетельными вот таких безобразных... Выяснение отношений. Мы работаем в прямом эфире, 220-92-96, наш телефон, звоните, задавайте вопросы. Давайте разбираться с самого начала. Что такое вообще экотуры, да, как давно они были разработаны у вас на территории морского заповедника, и что вообще они предполагают, и сколько это стоит? Хасанский район? Да, по-моему, с 95-го года вы начали вводить эту программу экотуров. Чуть позже, конечно, немножечко. И теперь на острове Попово появились, да? Ну, неважно, да. Я начну так немножечко издалека, но постараюсь побыстрее, чтобы всем было понятно, потому что без общей картины вряд ли у кого-то сложится цельное впечатление о том, что происходит. Хасанский район – это вообще жемчужина Приморского края. Сам залив Петра Великого – единственный тепловодный водоем на Дальнем Востоке, где температуры летом прогреваются, температура воды достигает комфортного состояния до выше 20, 23 и 25, где можно купаться. Поэтому весь Дальний Восток едет сюда купаться. И большую часть здесь – это представляет территорию Хасанский район. Хасанский район имеет почти 500 километров береговой линии. Конечно, она не вся приспособлена для купания. Есть и скалы, и неудобные места. Но, тем не менее, очень много удобных и хороших бухт. Все они в настоящее время сейчас заняты базами отдыха, различными, может быть, и не базами, а площадками просто огороженными, где люди отдыхают, стоят на машинах. Но могу сразу сказать, конечно, лучшие бухты принадлежат заповеднику. Потому что заповедник и создавался именно для того, чтобы охранять то лучшее, то уникальное или то типичное, что еще сохранилось в Хасанском районе. К сожалению, мало кто понимает, что за Хасанским районом будущее Хасанского района – это именно туризм. Понимаете? Никто его не накормит. Там сельское хозяйство в упадке, рыбы нету, предприятий нет, промышленность не работает. Работает угольный перевалочный пункт по осиете, который просто территорию угробит. Ну, построят, может быть, газожижающий завод, но работать там будут другие люди, потому что нет квалифицированных кадров, которых бы туда взяли. А вот экотуризм – это вот то золотое дно, которое давно нужно было увидеть и развивать всячески то, что есть. Понимаете, вот сейчас жители Хасана, которые имеют какие-то свои площади земельные на берегу моря, они, невзирая ни на что, просто объявили там, можно сказать, зону свободного экономического развития. Не дожидаясь каких-то специальных приказов, распоряжений правительства, законов, они сейчас используют на полную катушку этот природный ресурс, который им дан природа и который пока еще ни налоги, ничем не налагается. Конечно, много проблем. Действительно, все эти базы не платят налоги, не зарегистрированы, поэтому бюджет местных администраций пуст. Но, тем не менее, понимаете, это же наши люди. И это те ростки, которые в будущем можно будет организовать и направить в законную... Если эти ростки будут правильно расти и давать правильные всходы, как говорится, они только что пользуют. Если они не будут только пользовать и не отдавать ничего взамен, а получается пока только пользуют, а не строят, строят, не вкладывая ничего в инфраструктуру, не вкладывая в то, чтобы очищать, вывозить мусор. Но об этом поговорим тоже, да. Но, тем не менее, это первое то, на что надо обратить внимание. Если администрация обратит на это внимание и сумеет направить это, говорю, в законное русло, то это как раз будет тот источник развития Хасанского района, который просто судьбой предназначен. Что происходит с экологическим туризмом в заповеднике? Во-первых, это не заповедник придумал все эти икатуры и прочее. Существует правительственная программа, существует краевая программа, существуют районные программы. И финансирование выделяется, но оно где-то на крае заканчивается, на территории ничто не попадает. Но могу сказать, что у заповедника очень тесное взаимодействие, например, с администрацией Хасанского района, как раз в области развития экологического или познавательного туризма. Вот существуют две такие книжечки, которые мы разработали. А покажите, да, пожалуйста. А вы мне поставьте вот так. Это совместно. Поддержите, пожалуйста, будьте добры. Ага. И где можно найти эти книжки? Значит, пока, конечно, они очень маленьким тиражом изданы. Их можно найти в заповеднике и в администрации Хасанского района. У замначальника управления по социальной политике администрации Хасанского муниципального района Олега Анатольевича Короткий. Какая информация у этих книгах? Значит, в этой книге информация об экологических турок, которые сейчас разработаны на территории Хасанского района. Совместно администрации заповедника и администрации Хасанского района. Сергей Михайлович, я так понимаю, что экологический туризм, то есть экотура, они развиты в первую очередь для того, чтобы бережнее относиться к той природе, которая у нас есть, да, при этом культурологической образовательной, так сказать, культурологической образовательной составляющей. То есть рассказывая людям сохранить вот это вот уникальное наследие природное. Значит, заповедник и администрация Хасанского района обратили внимание как раз вот на эту составляющую экологического туризма. Понимаете, просто провести людей по маршруту или просто выпустить их в поле чистое погулять, да, это же ведь очень мало. Это не есть эколого-просветительская работа. А вот провести грамотную экскурсию, знать хорошо материал, предоставить им исторический, экологический, какие-то новые знания о том районе, куда они попали. Вот это и есть настоящий экологический тур, настоящий экскурсионный маршрут, где люди не просто погуляли, поглазели по сторонам, а получили внятную, достоверную, объективную информацию о том месте, о том живом мире, где они находились. Дмитрий, вот как житель Витязя, скажите, как часто туристы, которые приезжают сюда, вращаются вот именно к такой форме отдыха, да, и кто ее игнорирует, как часто ее игнорируют вообще, вот как распределяются силы? И как вы относитесь к подобному виду отдыха? Ольга, ну, объективно, вот эта красивая картинка, которую Сергей Михайлович нарисовал, она действительно была в прошлом году. Первый раз за 10 лет, который я лето провожу на Витязи. То есть на протяжении этих 10 лет заповедная бухта Астафьева, там можно было наблюдать горы мусора, расстрелянные из оружия знаки биосферный заповедник, пьяные компании, музыка. Все это было вот до недавнего времени, да, со сменой руководства заповедника Сергей Михайлович многое сделал, нужно отдать мужество инспекторам, которые там работают. Я сам лично не раз наблюдал ситуации, драк, то есть беспредел был. То есть в прошлом году была идеальная картинка, да, совершенно идеальная картинка. В этом году, то есть мы опять начали возвращаться к тому, что было. Вы знаете, Ольга, вот касательно бизнеса местного, да, я-то отдыхаю там, ну, естественно, поселок маленький, я всех знаю, ребят прям занимается местных. У него тоже в голове меняется ситуация, как бы, где-то в разговорах, в застольях я рассказываю о путешествиях, рассказываю о том, я практически, ну, не практически, я был на всех континентах, кроме Южной и Северной, то есть Антарктиды, да. Как раз... То есть видели многое, есть что рассказать. Скейтура, да, мне это все очень интересно. То есть поселок Витязь должен, Сергей Михайлович, не даст соврать, в плане буферную зону, да, то есть между заповедником, где турист заезжает туда, должен на базах получать информацию базовую, как себя вести, да. Мы вернемся к этому вопросу чуть позже, у нас звонок в студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Мы не один раз отдыхали на Витязи, никогда не брали деньги за вход, за въезд клянчили, да, было дело. А вот, ну, говоришь им до свидания и все, но я думаю, что это не совсем и поспоришься. У меня вопрос, а сейчас за что деньги соберут, я не понимаю, за что поставили слабо, и кто вообще, а какое они имеют право на федеральной земле? Я так понимаю, что это федеральная земля, поскольку это заповедник, единственный в России у нас и так далее. А с какой стати вообще? Спасибо. Чем мотивирует? Значит, то, что происходит и возмущает граждан и гостей Хасанского района, именно вот по дороге в Бухту Астафьево, к заповеднику не имеет никакого отношения. И происходит это, в общем-то, от безграмотности тех людей, которые там находятся. Если бы люди немножко уделяли бы самообразованию, они бы немножечко обладали беззнаниями. Так вот, что происходит. Значит, что такое экскурсия? Точнее, вот скажем так, в Бухте Астафьево, если быть совершенно точным, вода принадлежит заповеднику. Заповедник морской, граница заповедника проходит по урезу воды. Это, собственно, ООПТ. Это территория, на которой действует особый режим охраны. Дальше, по береговой линии, в сторону материка, сухопутная, 500-метровая охранная зона заповедника. 500-метровая охранная зона заповедника совпадает с 500-метровой водоохранной зоной моря. Основные ограничения в этой зоне – это запрет строительства, любое строительство, организация бас отдыха, туристических лагерей, въезд и стоянка автотранспорта, разведение костров. Вот это основное. Там много мелких еще других дополнительных. Но земля в этой 500-метровой зоне не принадлежит заповеднику. И конкретно там, где поставлен шлагбаум, земля принадлежит ООО «Поместье» директор Тен Сергей Афанасьевич. Этот участок они три года вывели из земель Гамовского оленеводческого охотхозяйства. И теперь это ООО «Поместье», то есть юридическое лицо, которое, по сути дела, подвластно всем административным и силовым структурам, как юридическое лицо. И это юридическое лицо почему-то считает, что эта земля является частной собственностью. Вот, честно говоря, он там немножечко здесь не совсем прав. Она не имеет вообще... Но, тем не менее, она является частной собственностью, но ООО, юридического лица. Поэтому, хоть она и была, он путается с неприкосновенностью жилища. Вот там действительно действует суровый закон. Если ты человек, ступаешь, ну, заходишь в чужое жилище без спроса хозяина, здесь человек... Они имеют право брать деньги за въезд и за вход. Так что у нас происходит? Мы вернемся к этому вопросу. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте вашу вопрос. Руководитель турклуба «Сплав Владивосток». Мои ребята предполагают в августе, где-то со второй половины августа, в течение нескольких дней на байдарках пройти вдоль побережья, начиная от Краскина и стараются пройти за Славянку. Но по дороге попадает заповедник. Я говорю, заповедник – это дело святое, туда нельзя. Да? Вот. Ну, понимаете, маршрут разрывается. Каким образом быть? Спасибо, да, спасибо за актуальный вопрос. Итак, Сергей Михайлович, как им быть? Прийти в офис заповедника, который находится по адресу улица Пальчевская, 18, написать заявление с просьбой выдать разрешение на проход по акватории, как я понимаю, восточного участка заповедника и получить его. – Все просто. – Да. – Мы возвращаемся к вопросу, имеют ли право брать деньги за вход на территорию бухты Астафьева? – Вопрос очень интересный. Существует статья в Кодексе Административно-процессуальном Кодексе Российской Федерации, которая была обвинена в 2013 году, и она, правда, очень плохо используется. Это статья 8.12.1, написано «Несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Если вы знаете, у любого объекта, и у моря, в частности, есть еще такая береговая полоса, она 20 метров составляет. Эта полоса не может принадлежать никому, а она является зоной общего доступа. И заповеднику она не принадлежит. Она действительно зона общего доступа. – То есть деньги брать не имеют право? – Так вот, даже статья есть, которая гласит, «Несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет наложение административного штрафа на юридические лица от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток». – Кто должен наложить штраф на человека, который на организацию? – На организацию, юрлицо получает. – На юрлицо? – Значит, я могу сказать, что точно это в праве районного прокурора. Я считаю, что это могут сделать и правовые, то есть органы полиции, или Росприроднадзора. – А полиция молчит? – Полиция вообще не реагирует? – Получается, что так. – А вы пытались каким-то образом до власти, до администрации Зарубинского округа достучаться? – Ну, я насколько Сергей Михайлович подтвердит, нет. Знаю, что инспектора писали заявление в полицию по поводу вот этого инцидента 11 июля. – Здесь происходит вообще интересная схема. Не знаю, почему она не работает. – Кто кого покрывает? Я вот понять не могу. – Вот напрашивается закономерный вопрос. Ну, начну с того, что жители, руководители баз, те люди, которых останавливают возле этого забора, они звонят в заповедник и спрашивают, ребята, помогите, в чем дело. Но вот этот вопрос конкретно, это не моего поля деятельности. Я говорю, ребята, звоните в полицию. Это их вопрос. – Ну, вот как выяснилось, полиция приезжает, да. – А мы звоним, они у нас даже заявление не принимают. Мы вернемся к этому вопросу через короткую рекламную паузу. Не переключайтесь.